Вопрос задать, потому что, как сказался уже, фильм важная тема, но он очень односторонный, ну, наверное, такая бы идея. Вы показали там интересные снимки и даже документы, которые собрали эту ассоциацию, если я понимаю, матрии солдата Украины. Комитет солдатских матерей Украины. Украины. А почему вы не показали то же самое комитета российских, матрии российских солдатов? Роберт, Лавер, спасибо за то, что признаете, что это важно. Вот это признание действительно очень важно. Во-вторых, я сразу оговорился. Что этот фильм, это исследование одной очень узкой проблемы, но очень трагичной. Мы очень много говорим в последний год об Украине. Которая искажается просто регулярно изо дня в день. Мы очень много это показали. Дослушайте меня. Сколько ополченцев из России погибло, мы тоже... Есть проблема с замалчиванием официальными лицами, людьми, которые управляют страной. А вы говорите про Украину? Естественно. А я вас спрашиваю, почему мы не указали доказательства, которые существуют? Россия не воюет на Украине, Роберт. Вы не ответили на мой вопрос. Я отвечаю на ваш вопрос. С точки зрения, это... Нет, вы сейчас... Сейчас, позвольте, давайте дослушаем Женю. Я ответил на ваш вопрос. Украина проводит так называемую антитеррористическую операцию. Вы повторяете пропагандистские тезисы. Я не повторяю... Украина проводит антитеррористическую операцию, это пропагандистский тезис, Роберт. Я прошу прощения, но если следовать вашей логике, тогда нужно и матерей американцев, которые туда приехали. Их же дети там воюют. Американцев, поляков, матерей поляков, давайте тоже спросим. Там же польские военные есть или их там не было? Или мы не замечаем? Не стройте из себя обезьян, которые ничего не видят, ничего не слышат и ничего не говорят. Вы обезьяны. Так, так, Юрий, мы не переходим в этой программе на личности и не занимаемся оскорблениями. Я вас прошу остановиться. Теория от арвинизма, давайте будем революционировать под обезьянных человек. Не надо, не надо. Вот таких теорий здесь не надо, я вас прошу. Прошу. Денис, Денис, не так. Я же тоже не знаю. Это новое, да? Зигмунд, вы скажете обязательно. Здесь был вопрос по поводу потери полченцев. Денис Пушилин, представитель ДНР, готов ответить. Привыкайте. Привыкайте. У меня фамилия такая. Юрий, прекращайте. Какой-то повышенный спрос. Микрофон возьмите. Меня удивляет ваш повышенный спрос количеством жертв, погибших. Я вам хочу сказать, что в результате жуткой агрессии против нашего народа, против нашего населения, по самым скромным подсчетам, на данный момент погибло уже более 7 тысяч человек. 80% из них это мирные жители. Истинную цифру мы действительно, как говорит Владимир Больфович, мы их не то, что мы не скрываем, мы не имеем возможности скрывать ни технически, ни какой другой. Мы не имеем задач таких, они абсурдны абсолютно. И мы демонстрируем наши потери буквально ежедневно в наших отчетах, в наших видеосюжетах. Это свидетельство жуткой и варварской агрессии против нашего народа. Антитеррористическая операция, которая проводится с нарушением всех и военных, в том числе, законов. Вы понимаете и осознаете, на что это военное преступление было вообще отдать приказ на использование армии против народа, против населения, против гражданского населения? Сергей Ирванович, что мы видим из Киева, что Киев, наоборот, информацию о потерях использует просто в своих... Я думаю, что 2000 ополченцев всего погибло. Одну секунду. Самые скромные подсчеты, самые скромные те свидетельства, которые сейчас у нас зафиксированы. Еще я вам хочу сказать, тысячи, я повторюсь, тысячи политзаключенных находятся, и какая-то часть, львиная, наверное, доля уже погибла просто в застенках СИЗО, СБУ и прочих сейчас. То есть окончательную цифру назвать невозможно, но вы не занижаете просто. Дайте, что продолжают. Ревенш. Я как бы удивлен методологией ведения дискуссии. Потому что действительно... Сергей Вас не удивляет. Сейчас, Милыч, вы кричите, кричите. Вячеслав, позвольте сказать. Вы когда спросили, что вы так блестяще показываете нам лицо, так сказать, вот этой бандеровской Украины, что я просто в восторге. Покричите еще. Покажите России ваше личико. Теперь я хочу сказать вам, в чем именно я удивлен. Вот тут очень про журналистику говорят, про интеллектуалов. Первое, чем я удивлен, это тем, что вы не видите разницы. С Донецкой и Луганской стороны тщательно пытаются собрать данные и каким-то образом до того момента, когда у них нет, чтобы что-нибудь не оскорбить память павших и так далее, они аккуратно их называют. Вы называете то 100, то 300, то 500, то 1000. У меня, как у представителя гражданского общества, точных данных по определению быть не может. Я тут отдаю полностью Павлову первенство тем, кто руководит ДНР и ЛНР. Но я все время общаюсь со всеми организациями, которые в пределах гражданского общества и правозащитности занимаются цифры. Невозвратные потери Украины, я буду счастлив ошибиться и не буду настаивать, 50 тысяч. Невозвратные потери Донецка и Луганска 5 тысяч. Плюс 20 тысяч мирного населения в Донецке и Луганске. Вот в чем цифры. И главная цифра, последняя, потому что это потери в одну сторону, это потери уничтожаемого мирного населения. Тут Пушелин совершенно справедливо говорил, почему, даже если вы называли повстанцев, а люди, которые, когда вы 13 раз нарушили конституцию при снятии Порошенко, имеют право говорить об узурпации, о повстанческом движении, даже если вы их назвали террористами, почему вы против них послали установки Град и Ураган? По кому вы стреляли? По мирному населению. Вот эти потери мирного населения и будут на новом Нюрнбергском суде, эти потери мирного населения задают нам право говорить о том, что вся операция антитеррористическая была замыслена для геноцида так называемого москальского и амоскалиного населения. Это вопрос о геноциде, изгоне с земель мирного населения, а это преступление против человечества. Здесь еще очень важная мысль.